Вновь в универсальном спорткомплексе Подмосковья состоялся матч группового этапа чемпионата Европы по мини-футболу. Сборная России встретилась с командой Франции. Ранее в Париже россияне обыграли соперника со счетом 3-2 и вот настал момент второй встречи сборных. Так, по традиции, перед началом игры звучат гимны стран. Франция и Россия команды приветствуют друг друга и готовятся продолжить борьбу в групповом этапе состязаний. И стоит отметить, в своей группе наша национальная сборная является лидером, а в рейтинге занимает вторую строчку. И началась игра. С первых минут сборная России взяла инициативу, но соперник оказался не менее напористым. Атаки и опасные моменты были со стороны обеих команд. На 13-й минуте точный удар Сергея Абрамова помог сборной России открыть счет. Однако хозяева ослабили оборону и пропустили мяч. Не прошло и минуты, как последовал ответный гол от французов. В результате на перерыв команды ушли со счетом на табло 1-1. К сожалению, матч проходил при пустых трибунах из-за действующих ограничений на состязаниях. Однако на боевой настрой команд сражаться за победу это не повлияло. С самого начала было ясно, игра будет по-настоящему интересной и динамичной. К слову, во втором тайме россияне увеличили скорость и принялись доминировать с первых минут. Была видна разница в классе. Французы поначалу успешно оборонялись, но не выдержали напористости хозяев со стороны сборной России. Укрепившись свое преимущество, в середине тайма последовала серия голов. В опасные моменты французский вратарь не выручил команду и даже прием замены голкипера на полевого игрока не дал гостям отыграться. Последний, пятый гол, наша национальная сборная отправила в пустые ворота соперника. Так, национальная сборная России по мини-футболу завершила встречу с командой Франции со счетом 5-1. Одержала четвертую победу в отборе на чемпионат Европы. Наши спортсмены по-прежнему являются лидерами в своей группе. Вторую строчку занимает сборная Грузия, на третьем месте Франция, а на четвертом сборная Армении.